Всем привет, дорогие друзья! С вами Хантер и сегодня я вам расскажу о такой замечательной программке для захвата изображения, как Mirrorless Action. Эта программа служит для захвата экрана какой-либо игры или области экрана. На эту программу я наткнулся недавно, в общем-то скачал, потестировал её и она мне понравилась. И в сравнении с Бандикамом, при записи Mirrorless Action гораздо меньше скидывает FPS, к примеру, в Battlefield 3. Я их сравнивал и с Бандикамом FPS падает сильнее, чем с Mirrorless Action, да, и при этом она пишет в достаточно хорошем качестве, да, ребятки? Ну, давайте же приступим. Кстати, хочу сказать, что, естественно, это Mirrorless Action у меня крякнуты. Если вы хотите увидеть эту сборочку и как её крякнуть в видео, то к этому видео должно быть 500 лайков. И если будет 500 лайков, я запишу видео, как её крякнуть и выложу её, соответственно. Ну что, давайте же всё-таки приступим. Как мы её открываем? У нас такая запись видео, открывается окошко. И вот здесь есть три режима записи. Это игровой, это экранный и это область экрана. Вы выделяете область экрана, какую хотите, и её записываете. Достаточно интересная такая интересная особенность. Ну, хотя это во всех есть. Вот. Дальше формат, в каком вы можете писать. Ну, вот в этом не нужно писать, нужно писать в Ави, конечно. И размер видео. Есть Full HD, есть просто HD и 4480p. Вот. Ну, HD и самое, по-моему, хорошо. И частота кадров. Можно выбрать любую. Вот. Можно писать при 30. Не знаю, я пишу при 60. Вот. Дальше можно ограничить здесь продолжительность. То есть, то же самое практически, как у Бандикама. То есть, через 5 минут хотите, чтобы закончилось видео, оно закончится. Вот это использовать Perfect Video Match вообще не нужно трогать, вообще просто не тукать. Дальше тут есть две галочки. Записывать системные звуки и использовать многоканальную запись звука. Это микрофон ваш. Вот. Здесь будет как раз написано микрофон. Да, всегда записывать. Переходим. Чуть левее. Вот. Тут вот у нас будет по умолчанию какой-нибудь там диск C. Я не помню. Я опять же поставил на диск N. И в прошлом видео про Бандикам я уже рассказывал, что практически всё у меня установлено на диске D. И поэтому, и эта программка тоже установлена на диске D. И именно поэтому я все видео сохраняю на диск N. Да, чтобы жёсткий диск меньше навешивался. Дальше давайте перейдём. Это запись звука. То есть, можно отдельно записывать просто звук. Бенчмаркинг. Ну, про это лучше как бы особо-то и не говорить. Здесь просто он как, будет, как тестировать или проверять ваш компьютер. Ну, в общем-то, для игр, как он оптимизирован. В общем, лучше не заморачиваться. Скриншоты, ну, в общем-то, тоже банально. И настроечки. Вот здесь общие настройки есть. В общем-то, язык. Вот. И опять же можно выбрать поверх других окон. То есть, чтобы это окошечко было всегда вверху. Дальше можно проверять наличие обновлений. Но так как это у меня кряк, я не проверяю. Вот. Запускать приложение свёрнутым. Это вы запускаете, оно у вас свёрнутое, в общем-то, да. Вот. Скрывать окно при начале записи. То есть, как вы начинаете запись, оно сворачивается и не видно его. Это очень хорошо. То есть, не надо вручную вот так вот его сворачивать. Это даже нет в бандикаме. Это плюс, да. Вот. И показать окно после окончания видео. То есть, если ткнуть эти два параметра, это будет очень круто. Записываете видео, игра сворачивается. Заканчиваете записывать видео, и она выворачивается. Окей. Вот. Дальше настройки записи. Качество видео. Низкое или обычное. Ну, естественно, обычное. Выходное или апостол. Здесь лучше практически ничего не трогать. Вот. Разве что многопоточную запись нужно использовать. И запись кусорной мыши. Вот. Опять же можно визуализировать клики мыши. То есть, вы кликаете, и тут мышечка будет у вас. Дальше настройки звука. Вот, к примеру, аудиоустройство. Микрофон. А здесь. Динамики. Все. Да? А, ну да. Ну вот и все. И вас или можно вот так оставить по умолчанию. Он у вас будет записывать. Системные звуки. Записывать звук с микрофона в отдельную авиадорожку. Ну, кому-то авиадорожка, аудио-дорожка. Кому-то это может быть даже, ну, понадобится. Это, на самом деле, хорошая опция. Она есть и в Bandicam. Вот. Дальше это в каком углу будет у вас FPS. Вот. Настройки экспорта. Ну, у меня так как Nvidia тут только такое, для кодирования видео. И вот, папка для экспортируемых файлов. Вот видос у меня тут. И тут, в общем-то, клавиши, которые можно спокойно изменить. Программа, как вы видите, достаточно красивая. То есть, если Bandicam, он как, ну, как, простенький, то это достаточно интересная, красивая такая программочка. И когда вы будете снимать свое видео, не знаю, минус это или не минус, когда вы снимите свое видео, то... Что я буду говорить? Я вам сейчас это покажу. Какая печаль. У меня перекрывается Bandicam. Ну, в общем-то, у вас тут появится вот ваше видео. Видеозапись, к примеру, если вы снимете. И минус это или не минус, я не знаю. Но вам придется нажать правую кнопку и нажать экспортируйте выбранный файл. И он у вас отсюда выэкспортируется в эту папку. То есть, здесь, можно сказать, немножечко потруднее. Но из-за этого системные ресурсы живутся меньше. Потому что, когда вы заснимите видео, оно не сразу будет в этой папке. Оно будет сначала здесь, а потом вам нужно будет нажать правую кнопку на него и экспортируйте выбранный файл. И он экспортируется вас именно в эту папочку. Вот. И, кстати, достаточно... Немного весят ваши эти видео. Вот. Поэтому, в общем-то, эта программочка очень хорошая. Всем советую. Ну, я пока буду пользоваться бандикам. Я, может быть, к нему привык, что ли, больше. В общем-то, на этом все. Не забывайте, что если к этому видео наберется 500 лайков, я выложу саму программочку. И сниму видео, как ее крякнуть. На этом все. С вами был Хантер. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!